МЕЛИНА БОЯРОВА ТЁМНЫЙ ЛОРД ДЛЯ ПОПАДАНКИ ГЛАВА ПЕРВА Я подскочила в кровати, будто меня прошила молния. Застонало. Неприятные ощущения. Миоклонические судороги часто не давали спокойно спать, если накануне готовилась к экзаменам и засиделась за учебниками. Но сессия успешно сдана, в зачетке стоит заветный штамп о переводе на второй курс. После вечеринки, устроенной в честь окончания первого года обучения, скорее бы голова раскалывалась и тошнила с похмелья. Но нет, ничего такого не было. Даже выспалась, осуществив заветное желание последних недель. А впереди еще два месяца каникул и спокойной жизни. Выдохнув с облегчением, обратила внимание уже на другие странности. Незнакомую кровать, скомканные одеялы, торчащие из-под него мускулистые ноги. Точно не мои. Вполне себе мужские, с развитыми икроножными мышцами и повышенной волосатостью. Прошлась взглядом по бедрам и мужскому достоинству. Отстранен, отметив, что оно и в спокойном состоянии впечатляет. Вот это экземпляр. В голове сразу закрутились шальные мысли, а глазами я уже отметила плоские живота с дорожкой кучерявых волос, широкую грудную клетку и... Кинжал, воткнутый по рукоять. Мамочки! Челюсть отвисла в немом испуге. Кто же его так? За что? Импульсивно бросилась к красавчику, схватилась за рукоять и вытащила изогнутое лезвие из тела. А вот то, что случилось дальше, повергло меня в полнейший ступор. Кинжал засиял, будто был соткан из света, капли крови вспыхнули язычками пламени, испаряясь, а затем орудие вдруг потеряло плотность и развеялось снопом искр. Я зажмурилась, понимая, что такого не может быть, открыла глаза, поднесла к ним руку, сжала и разжала пальцы. Мне ведь не привиделось рукоять, инкоррустированная золотом и камнями. Нет! Я верила собственным глазам и ощущениям, такого не может быть, чтобы отказали все чувства разум. Этому должно быть рациональное объяснение. Должно. Но его не было. А вот труп в кровати вполне реальный. Чтобы удостовериться, прощупала пульс на сонной артерии, после чего надавила пальцем на темное пятнышко на груди. Могла бы не стараться, тело мертвее некуда. Так, Лучезарова, соберись. Ягулка сглотнула, пытаясь понять, что произошло. Ты не убивала, ты его в первый раз видишь, и в последний, кстати, тоже. Сделала глубокий вдох, чтобы успокоиться, и медленно выдохнула через рот. Не помогло. Соберись, тряпка. Трупов, что ли, не насмотрелось? Похлопала себя по щекам. В том-то и дело, что насмотрелось. Три раза в анатомичке присутствовала на вскрытии, и ничего. Первый раз только страшно было. Но я выдержала. Правда, одежду после выкинула. Так въелся специфический запах, и руки мыла каждые полчаса. Но не сдрейфила. Справилась. И сейчас справлюсь. Только пойму, как я оказалась в одной постели с незнакомцем. То, что мертвого мужика прежде не встречала, к гадалке не ходи. Уж такой образец пропорции мускулатуры я бы ни за что не забыла. Странно, что комната незнакомая, и обстановка та еще, как в отеле для свиданий. Большая кровать с высокими столбами по краям, каменные стены и пол, узкие стрельчатые окна с цветными стеклами и широким подоконником, беленые потолки. На полу расстелена коричневая шкура, одну из стен занимает камин. В углу стоит секретер, а у окна стол с остатками пиршества и пара кресел, где небрежно брошена одежда. Голодный желудок завурчал, напоминая, что неплохо было бы подкрепиться, но притерный запах смерти напрочь перебивал аппетит. Так, это либо дурная шутка, либо... Не придумав альтернативы, спустила из кровати. Это-то еще что! После года интенсивного изучения анатомии человека невольно обращаешь внимание на строение тела. Особенно родного, на котором каждую родинку наизусть знаешь. Так вот, у меня костяшка у основания большого пальца чуть выпирала, и сами пальчики аккуратненькие, ровные. Я всегда покупал обувь тридцать шестого размера, с трудом подбирая подходящий подъем стопы. Сейчас же я лицезрела длинные костлявые пальцы, зарождающимися наростами, которые появляются из-за тесной обуви. И лак на ногтевых пластинах отсутствовал, и коленки я не стесывала. Я бросилась к тусклому овалу, висящему на стене. В старинном зеркале, высоту сантиметров пятьдесят, отразилось бледное незнакомое лицо. Под глазом наливался крывоподтек, на губе красовалась ссадина, а наши отпечатались пальцы, как будто бедняжку кто-то душил. Это не мое лицо! Впрочем, как и тело. Я бы сейчас глотнула чего покрепче, чтобы пережить шок. Решительно направилась к столу, подхватила полупустую бутылку и принюхалась к содержимому. В нос ударила спиртовыми парами каким-то еще неуловимо знакомым запахом. Я побрезговала пить из горла, плеснула жидкости в пустой стакан и поднесла ко рту. Пригубила и тут же веером выплюнула обратно. «Миндаль? Тьфу! То есть мышьяк!» Схватила кувшин с водой и принялась полоскать рот, сплевывая все прямо на пол. Пусть это не мое тело, но умирать в расцвете лет не хотелось. Прежде разберусь, как я сюда попала, и есть ли возможность вернуться, а потом уже буду искать ответы на все остальные вопросы. Ага, вечеринку помню, медицинский спирт тоже. Ты не медик, если хоть раз его не попробовала. И кто такой умный это сказал? Вот бы его сейчас сюда! Память как отшибла. Видно, неплохо покуролесили, раз уж очнулось непонятно где. Кстати, надо бы спрятаться где-нибудь, пока никто не заявился и не обвинил меня в убийстве. А ведь могут. На лице все признаки того, что бывшая хозяйка тела отчаянно сопротивлялась. Вдобавок коленки стесаны, ребра болят и бока будто их хорошенько намяли. Задрав подолк длинной ночной рубашки, подпрыгивая, покрутилась перед зеркалом, осматривая повреждения. Да, бурно у кого-то выдалась ночка. Красавчик у нас, страстный мужчина. Чего ж тогда его закололи? Хм, а крови почти нет. Подошла с другой стороны кровати, чтобы взглянуть на труп профессиональным взглядом. Глаза на лоб полезли, когда обнаружила, что в месть раны плоть срослась, оставив тонкий шрам на коже. Неужели я ошиблась и парень не умер? Потыкала пальцем в грудь. Холодный же. Еще раз проверила пульс, без изменений. Для верности взяла стакан и поднесла к губам бездыханного тела. Прозрачная поверхность не запотела. Чудеса! Но рана ведь затянулась. В этот момент в дверь постучали. От неожиданности я взвизгнула и отпрыгнула в сторону, запуталась в подоле ночной рубашки, грохнулась на пол. Стакан разлетелся в дребезги и рассек кожу на ладони. Кровища хлынула моментально. Стиснула руку в кулак, огляделась, чем бы перевязать рану. Но в этот момент дверное полотно рухнуло внутрь, и на пороге показался встревоженный, незнакомый мужик. Все рациональные доводы и предположения рассыпались, стоило увидеть человека, в глазах которого клубилась живая тьма. Пискнув что-то невразумительное, я попятилась, спрятав раненую руку за спиной. Отчего-то очень не хотелось, чтобы хоть капля попала в руки страшного дяденьки в старомодном костюме. Леди Кейтлин! Речь незнакомца обволакивала и зарождала неприятную дрожь в теле. Что тут происходит? А что тут объяснишь? Труп на кровати говорил сам за себя. Мужчина выставил руку, с которой сорвались полупрозрачные сгустки и устремились к мертвецу, окутывая его черной дымкой. У меня колени сами собой подогнулись, и я неловко плюхнулась в кресло, наблюдая за происходящим во все глаза. А посмотреть было на что. Тело засветилось ядовито-зеленым цветом, причем явственно проступил скелет, обтянутый кожей. Зеленая черепушка наводила особенно жути, и я заскулила, когда она вдруг рванула вверх, приобретая черты мертвого красавчика. Будто душа попыталась улететь, но не смогла покинуть тело, приподнявшись над ним на полкорпуса. — Кто? — загробным, пробирающим до печенок голосом спросил страшный мужик. В ответ черепушка развернулась и посмотрела точно на меня, еще и призрачным указательным пальцем ткнула для убедительности, после чего зеленый силуэт развеялся, а темная дымка втянулась в руку незнакомца. — О, нет! — простонало в голос. — Светлое отродье! — прошепел дядька, рожу которого перекосило от злости. — Взять! Пикнуть не успела, как в дверной проем проникли две бледные личности, и, подхватив меня под руки, потащили к выходу. — Я не виновата! — опомнилось, что мне не дали объясниться. — Стойте, послушайте же! Это не я! Вот только слушать никто не собирался. Слуги молча волокли куда-то, а я только успевала перебирать босыми ногами по полу. Конечным пунктом оказалась тюремная камера. Каменный мешок с отсыревшими стенами и ледяным полом. Сто раз пожалела, что не подумала одеться. В тонкой рубашке холод пробирал до костей. Эдак подхвачу воспаление легких и умру тут в антисанитарных условиях, а это, между прочим, не входило в мои планы. Чтобы не замерзнуть, занялась оздоровительной гимнастикой. Раз двадцать присела, выполнила столько же наклонов, попрыгала на месте и даже отжалась, не запыхавшись. Определенно, это тельце знакомо с физическими нагрузками, что уже радует. Устроила пятиминутную передышку, усевшись по-турецки на деревянный топчан. Мозги немного прочистились, чтобы включиться в работу и осознать, что же произошло. Если вдуматься, я проснулась в чужом теле, в чужой кровати рядом с чужим мертвым мужиком. Красивым, к слову, но это не имеет отношения к делу. Вопрос, как, даже задавать не буду, все равно не знаю и не понимаю. Другое дело, что обязательно разберусь и выясню, что же произошло. Почему-то в голове вертелась глупая студенческая шутка. Медики-первокурсники зубрили латынь и случайно вызвали демона. Да, а меня угробили и отправили без обратного адреса. Ведь если рассудить, тело без души не живет, значит, моя родненька Тушка мертва. Ну, или находится в глубокой коме. Кстати, а ведь с Кейтлин тоже не все в порядке, иначе как бы я заняла тело? В общем, пока только списочек из вопросов рос в геометрической прогрессии. Хорошо, хоть нервы крепкие, и я не бьюсь в истерике из-за случившегося. А какой смысл? Ответов все равно не получу. Изменить тоже ничего не в силах. Чего душу рвать? Ей без того не сладко пришлось. Знать бы, как оно там происходило на самом деле. Да вот беда, методичек по перемещению в другое тело еще не разработали. Значит, остается принять случившееся как есть и понять, что делать дальше. Итак, что мы имеем из плюсов? Я жива, молода и здорова. Насчет красиво тоже хотелось бы добавить, но тут уже подробнее рассматривать нужно. В зеркало попалось одно название, мутное, с разводами. Что же еще? Кажется, тот мужик назвал меня светлым отродьем. По логике вещей, которые в данный момент далека от привычной, в этом мире существует магия. Главное не произносить этого вслух, а то еще сама поверю. Ага. А как объяснить, что кинжал растаял в воздухе, когда я вытащил его из тела? Так вот, если я светлый отродья, то мужик темный. Эти его глаза, клубящиеся чернотой, тот еще ужас на крыльях ночи. Стало быть, я светлая, находясь у темных, заколол одного из них. Вернее, убила Кейтлин, а спросит именно с меня. Так, это я уже к минусам перешла, похоже. Думается, за такое по голове не погладят. А потому сбежать бы отсюда куда-нибудь подальше. И в этом подальше кроются сплошные минусы. Реалий этого места не знаю. Денег нет. Вещи тоже. Если организуют погоню, в два счета найдут и обратно приволокут. Зачем? Лучше бы никогда не узнать. Если это история попаданки из книжек, где рояли и законно полагающийся принц. Ага, сдох он от счастья. А о рояле поднялась на ноги и снова принялась за разминку. На каждом шагу просто. Бегу и спотыкаюсь, чтобы их собрать. Успела сделать три подхода разминки, когда за дверью послышались шаркающие шаги. А после заскрижетал замок в двери. Я настороженно присела на краешек топчана в ожидании, кого же там принесло. В камеру сначала заглянул стражник, будто сюда кто-то мог проникнуть в его отсутствие. А после бочком протиснулась женщина необъятных размеров. Пышность ее фигуре придавали многочисленные юбки с оборками. В руках незнакомка сжимала надушенный платок, которым она промокала влагу в уголках глаз. Оглядев обстановку, женщина всхлипнула и запричитала. «Госпожа, что же они с вами сделали? Бедненькая! Как же так? Ироды темные! Нечисть поганая! Иди ко мне, деточка!» Распахнула объятия и пошла на меня. Я бы постереглась с незнакомыми тетеньками обниматься, особенно с такими, кто задушить не глядя. Но выбора мне не оставили. Сгребли в охапку и прижали к груди, орошая слезами. «Что натворил этот изверг? Я же просила вашего отца не отдавать кровиночку темным, а он все одно заладил. Это во имя мира! Союз Демара с коллингами положит начало новой истории. И что в итоге? Мало того, что темный Ирод подверг тебя невыносимым мукам в первую брачную ночь, так еще и помереть вздумал. Ну что же ты молчишь, дочка, скажи хоть слово своей кормилице!» Я покосилась на внушительный бюст незнакомки, напытливый взгляд, подмечающий каждую мелочь, и гулко сглотнула. «Нужно было что-то отвечать», — охранник в дверном проеме цепко наблюдал за нами. «Я не знаю, что произошло. Ночь пролетела, как в тумане», — пролепетала умирающим голосом. «Это нетрудно, когда тебя сжимают стальные объятия. У такой тетеньки не забалуешь, и раз уж она на моей стороне, нельзя, чтобы она распознала обман». «Одурманил, как есть одурманил, ирод», — зацокала языком женщина. «Ничего, моя хорошая, кошмар позади, все закончилось, никто не посмеет тебя обидеть. Ты замуж вышла, повинуюсь родительской воле. Вышла. Первую брачную ночь пережила?» Чуть отстранилась и цапнула рукой по дому, и ночнушки, изгвозданы в крови. «Светлая дева!» — осенила себя круговым движением, коснувшись пальцами поочередно губ и лба. «Спасибо, что помогла бедной девочке в трудный час», — посмотрела жалостливо. «Моими молитвами спаслась. Теперь же никто не осудит, если мы отправимся в Латру, дабы помолиться в храме Пресветлой Девы за черную душу твоего усопшего муженька. Я бы на вашем месте не торопился». На пороге возник тот самый дядька, что велел заточить меня в подземелье. «Девушку должен осмотреть некромансер на предмет исполнения супружеского долга». «Что?» — взвизгнула тетка, отчего у меня заложила уши. «Ни один темный не коснется моей кровиночки. Не будь я лавна, Глэр». Я закивала, как болванчик, поддерживая женщину в этом стремлении. «Не нужны мне никакие некромансеры. Одно название звучит так, что хочется бежать и подальше». «Это не обсуждается, Тиоглэр. На фамильном древе не появилось нового имени, тогда как ветвь Раэля увяла». Мужик посмотрел на меня и ухмыльнулся. «Брак неконсумирован. Однако я сдержу слово данной императору Келлераршу, да покроются тьмой его лучшие годы. Кейтлин Демара станет женой одному из корлингов, даже если мне самому придется жениться на строптивой девчонке». «Чего?» — в ужасе уставилась на страшного дядьку, которого в самом жутком кошмаре не представляла в роли супруга. «Я не хочу». «Не имеете права, лорд Корлинг», — поддакнул лавна. Отпустив меня, женщина развернулась, уперев руки в боки. «По договору Кейтлин не может быть второй женой. У ее будущего мужа не должно быть других жен или любовниц на момент вступления в брак». «Смею напомнить, что мы выполнили это условие. Мой сын полностью соответствовал требованию империи Латран. Однако теперь он мертв. Учитывая, что брак заключен, но не консумирован, уверен, проверка некромансера это подтвердит. Леди Демара вступит в ливератный брак с представителем семьи Коллинг. Имя супруга объявлю завтра. Я все сказал. Счастливо оставаться». «Стойте!» — рыкнула моя заступница, когда мужик развернулся и чуть было не ушел. От такого окрика я и сама вытянулась по струнке. «Требую, чтобы моей подопечной предоставили условия проживания, соответствующие ее положению. Требовать вы можете что угодно», — лорд зловещо усмехнулся. «Но до проверки некромансера эта девушка, жена Раэля и убийца, место которой в пыточной. Желаете сменить обстановку?» «Упс!» Я присела на топчан, чувствуя, что ноги отказываются повиноваться. «Не надо, я лучше тут посижу». «Зовите своего черного целителя», — пробурчала Лавна. «Но осмотра состоится в моем присутствии, а после?» «Вот после осмотра и будет ясно, ожидает ли леди Демара новая свадьба, или же лучшая пыточная империя Рован-Тай распахнет двери для леди Коллинг».